Всем привет! Дошли, наконец-то, мои руки до моих рук. Пора переделать маникюр. Относились эти ногти не очень хорошо. Тут еще руки моей дочки мелькают. Карантин, сидим дома, ребенок, соответственно, вместе со мной. Относилась все не очень, практически все отслоилось. Эта база от Мадам Глэ мне не очень подошла для моих мягких ногтей. Также я буду убирать полностью всю длину, потому что сидя дома не очень удобно с длинными, потому что постоянно нужно с ребенком заниматься. И я решила поиграть на гитаре. Для этого очень нужны короткие ногти. Поэтому сегодня кардинальный отрез ногтей. Вот и сказала. Ногти, конечно, можно спилить и пилкой, но это будет долго, поэтому фреза нам в помощь. Некоторые ногти я пилю наискось сначала, то есть половину ногтя спиливаю, затем остальной кусок, чтобы фреза нигде не цеплялась и не застревала. Также я снимаю полностью все покрытие до геля, убираю длину и закругляю в овал. Перекрыла я все это базой, проходила еще пару недель. Вот в таком ужасном состоянии были мои ногти. Сапожник без сапог, как говорится. Сидя дома, невозможно сделать себе ногти. Поэтому сижу тут ночами, тремя ночами делаю ногти. Убираю опять-таки весь материал, потому что за две недели у меня тут опять все уже отслоилось. Убираю остатки отслоившегося геля и полностью вообще под ноль убираю длину. Отодвигаю кутикулу апельсиновой палочкой. На первый взгляд кажется, что кутикулы здесь нет, но когда я начинаю работать фрезой и приподнимать ее, то оказывается ее тут полно. Решила показать вам кусочек, как я делаю это левой рукой. Это ужасно неудобно и постоянно я не дорабатываю маникюр. И здесь у меня самые первые отслоги начинаются. Кутикулу я сегодня буду срезать вот такими ножничками от Stalix Pro Exclusive 11 тип 1. Я выбрала себе длину лезвия 21 мм. Очень красиво запакованы, инструкция по стерилизации и прочее описание. Также замечательный красивенький чехольчик со стразинками. Вот так выглядят сами ножнички. Ключевые особенности этих ножничек заключаются в том, что у них идеальный баланс между толщиной полотен и остротой, зауженные кончики, уникальный радиус загиба лезвия, который повторяет форму лунки. Укороченные ручки обеспечивают точность движений мастера, ручная заточка под микроскопом, полированная режущая поверхность для более качественного среза кутикулы, высокая твердость и плавность хода и высокая прочность изделия. Ну и просто они очень красивые. Просто посмотрите на них. Работать было ими очень удобно. Просто посмотрите, как они заходят в синусы. Здесь не нужно выкручивать себе руки, чтобы обрезать кутикулу в этих местах. Это делается просто изогнутыми кончиками ножниц. Очень острые лезвия. Мне очень понравились эти ножнички. Я могу прям рекомендовать. Даже моей левой непослушной рукой у меня очень хорошо получилось обрезать кутикулу. Чисто символически прохожусь маленьким шариком по боковым валикам, потому что здесь у меня огрубилости. А кутикула, в принципе, вообще не нуждалась в шлифовке. Сегодня у меня будет необычный дизайн. Ну, как, в принципе, часто бывает. Использую здесь гель-лак от OnlyFrench. Также у нас тут Arbix 126 номер. Мне очень нравится этот цвет. Он очень распространен среди моих клиенток. Его прям могу рекомендовать. И он идеально сочетается с фиолетовым. Даже, я бы сказала, с львовым цветом. Покрываю гель-лак в два слоя. И рисую сам дизайн. Идею я подсмотрела на Пинтерсте. Но все равно внесла какую-то свою нотку. В общем, рисую здесь, можно даже сказать, абстракцию. То, что в голову пришло, то и изобразила на ногтях. Такой волшебный бирюзово-голубой гель-лак. Это у меня от Focalure 22 номер. Но Focalure, по-моему, уже не выпускают гель-лаки. Также рисую элементы фиолетовым гель-лаком, которым и красила ногти. Субтитры сделал DimaTorzok 181-й от El Paz. За просто бомбический, яркий, оранжево-персиковый, с ноткой кораллового, что-то такое, в общем, смешанное. Просто вырвай глаз. И просто идеально подходящий под эти цвета. Я рисую третий вид элементов. Дизайн может показаться несложным, но под камеру и в 3 часа ночи это было достаточно непросто. Поэтому какие-то линии немножечко кривые и не совсем точные. Но это же абстракция, здесь все допустимо. Прорисовываю, собственно говоря, все черной гель-краской от Feng Shigmei. Мне она очень нравится и пока ее менять не хочу. Продолжение следует... Продолжение следует... И немножечко прорисовала элемент белой гель-краской. И покрываю все это дело матовым топом от Beauty Luxe или Beauty Luxe. Очень уж захотелось матовости. А на правой руке у меня, кстати, обычное покрытие, потому что левой рукой такой я бы точно не нарисовала. И глянцевый топ на правой руке. Вытираю липкий слой. Это топ с липким слоем. И все, конечно же, заиграло. Все чудесно и прекрасно. Не судите строго мои художества. Ну и я старалась. И немножечко, конечно, неровненько у меня там гель-лак подведен на правой руке, потому что левой я не мастер, в принципе, делать. Если вам было полезно это видео, вам понравился дизайн, поставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока.